Приветствую всех вас, мои дорогие друзья, на просторах моего YouTube-канала. Сегодня я подготовила для вас дайджест главных новостей, которые произошли за эту неделю. А именно вы узнаете, когда LairZero раздаст ретродроп, почему Solana сможет захватить всю блокчейн-инфраструктуру, а также, кто стал очередным крупным инвестором в сеть Оптимизм. Сегодняшний дайджест я хочу начать с очередного события, связанного с мировым принятием криптовалют. Как вам известно, компания PayPal уже продолжительное время поддерживает систему криптоплатежей. Ранее через PayPal мы могли покупать и использовать такие криптовалюты, как Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. Однако, с недавнего времени компания PayPal объявила о сотрудничестве с платформой MoonPay, что позволило увеличить количество криптовалют, доступных для приобретения на PayPal. Благодаря интеграции технологий MoonPay мы можем покупать более 110 видов криптовалют на PayPal. На данный момент эта функция доступна всем гражданам США, и, вероятно, в будущем она будет распространена среди клиентов PayPal из многих других стран. Следующая же новость особенно заинтересует всех тех, кто принимает активное участие в выполнении тест-нетов и прочих активностей для получения ретро-дропа. На этой неделе стало известно, что блокчейн Layer Zero неожиданно для всех сделал снимки баланса у своих пользователей. Об этом руководство блокчейна также поделил в своем твиттере. Ранее команда также сообщала о своих планах по запуску тогена в первой половине этого года. Можно предположить, что Layer Zero заранее сделал снимки в качестве подготовки к запуску токена, после которого наиболее активные участники блокчейна смогут получить ретро-дроп на свои кошельки. Данное объявление спровоцировало высокую активность крипто-сообществе, и сейчас многие настроены на получение ретро-дропа уже в ближайшее время. Ну а я хочу вам напомнить, что в предыдущих ретро-дропах такие блокчейны, как Aptos, Arbitrum и Arkham раздавали сотни и тысячи долларов на балансы своих пользователей. Сейчас интерес к ретро-дропам все еще не остыл, и многие крипто-пользователи ежедневно выполняют активности в таких проектах, как Blast, Grass, The Casing и многих других, в надежде получения крупных наград. Поэтому, если вы также хотите не пропустить шансы выигрыша ретро-дропа, то выполнять активности стоит уже сейчас. Для этого вам, конечно же, понадобится база аккаунтов и проверенные прокси для них. Одной из платформ, которая предоставляет качественный прокси, я могу выделить сервис ProxyLine. Он предлагает широкий выбор стран и доступные цены. Прокси данного сервиса отличаются довольно высокой скоростью и стабильной работой. Лично я также нередко приобретаю прокси на данной площадке из-за высокого удобства проекта и качества прокси. Прямо на сайте вы всегда сможете проверить, работают ли прокси и к какой стране она принадлежит. Также в случае, если прокси вам не подойдет, служба поддержки всегда будет готова ее заменить. Вы сможете обратиться в поддержку в любое время, ведь она работает 24 на 7. Ссылку на сервис ProxyLine я оставлю в описании под этим роликом. Обязательно переходите и покупайте прокси под любые цели. Ну а теперь вернемся к новостям. Следующее довольно масштабное событие произошло с блокчейном Solana. Как стало известно, Solana может стать решением второго уровня сразу для всех блокчейнов, а значительную поддержку в этом ему оказалась сеть Zeus. По заявлениям разработчиков сети, в скором времени мы сможем использовать Solana как крусчейн-мост, конвертируя монеты из других блокчейнов в сеть Sol. На это событие также хорошо отреагировал и токен Sol, показав неплохой рост за 24 часа после публикации данной новости. Ну и последнее, на что я хочу также обратить ваше внимание, это сеть Optimism. Ряд источников сообщил, что один из крупнейших инвестиционных фондов A16Z внес дополнительную инвестицию в монету OPE, которая составила 90 миллионов долларов. Руководители A16Z прокомментировали это событие как очередной стратегический шаг в крипто-сектор. Фонд считает, что оптимизм продолжает отлично себя показывать в условиях текущего рынка, а также указывает на то, что у токена OPE есть довольно крупные перспективы в будущем. Я также рекомендую вам присмотреться к токену OPE, ведь если мы изучим предыдущие инвестиции A16Z, то увидим, что фонд был ранним инвестором таких проектов, как Coinbase, Solana, Ethereum и многих других, которые дали крупнейший рост своим держателям. Так что, как говорится, не упускайте время зря. А на этом мой даджес медленно, но уверенно подходит к концу. Пишите в комментариях, какое событие запомнилось вам больше всего. Ну а я, как всегда, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до следующего ролика. Отличного всем дня, удачи и пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!